Девушки отдыхают Атлантида Она дала имя всему этому океану Атлантически и канула Только оставив домыслы От чуда цивилизации Умевшей больше, чем мы теперь Отсюда, почти из космоса Мы начинаем поиски Исчезнувшей страны Атлантида Ее считали самой развитой во всем древнем мире Украшательские фигуры, держащие балконы зданий Прозвали атлантами От представления, что Атлантида Держит на плечах небо и весь мир Древнегреческий философ Платон Почти две с половиной тысячи лет назад Описал ее Сильнейшую морскую державу Исчезнувшую в один день Хочу верить Исчезнувшая Атлантида Где она? Единственная в мире рукопись С хроникой исчезновения Атлантиды В голландской библиотеке Ей восемь тысяч лет По ней всесильная страна Атлан Уходит под воду во время землетрясения И извержения вулканов Схожие легенды о тонущей стране Живут чуть не во всех языках Но проведенная Платоном опись примет Атлантиды Теперь главный указатель ее поисков Это страна на острове Лежащем за Геракловыми столпами Это пришедшая из мифа о Геракле Граница мира на Гибралтарском пролии В величину остров Больше Ливии и Азии Взятых вместе Столица страны круглая Сложена кольцами из земли и воды А от последнего кольца Канал в море Сами Атланты бесстрашные и сильные Используют медь, серебро, золото и архилак Сплав меди с цинком В плодородной равнине вокруг города Живут слоны И в один день И бедственную ночь Цивилизация ушла под воду Мы сможем сейчас на планету Сколько точек насчитается в ней Где размещают Атлантиду? Действительно, проще сказать Где не помещают Атлантиду, да? На карте турецкой столицы Усевшейся по двум берегам Расширяющегося здесь мраморного моря Легко разглядеть неспокойность береговой линии Она образовалась, говорят, всего за несколько часов Крупнее катастрофы вблизи европейского мира Кажется, не знали Когда стали подтаивать ледники В Средиземном море прибавилось воды И оно хлынуло через тонкую перегородку В Тритонское озеро От имени Тритона Морского бога из греческой мифологии В мифе считается он Раздвинул Дарданеллы Озеро наводнилось и стало нынешним мраморным морем И с такой же силой ворвалось в небольшое тогда озеро Ставшее от прибавки воды Черным морем За несколько дней от нескончаемого вливания Оно ушло вглубь континента На 200 километров Если нынешнее мраморное море В прошлом и вправду было Всего лишь Тритонским озером То Атлантида сейчас прямо под нами И не ахти как глубоко Всего лишь метров сто Сейчас как-то забылось Что древнегреческое и латинское название Мраморного моря Мармора А это совсем не мрамор Мармора Это смерть Платон Главный биограф Атлантиды Описывает как катастрофа уничтожила страну Когда атланты рвались в Грецию Стремясь ее завоевать Греция вот здесь Рядом И им и впрямь Мог быть путь отсюда А Геракловы столпы В проливе Дарданеллы Умещаются так же уверенно Как в Гебралтаре Для тогдашних людей И здесь мог быть уже Край мира Атлантида легко расположится На берегах Тритонского озера Древние карты рисуют Его удобные бухты Холм гора Атлант Близость пролива Дарданелл Указание, что в пору его образования Эти края смело страшным землетрясением И воды Средиземного моря Хлынули в Черное море То есть была там как бы суша Но вокруг нынешней Греции Мест с таким описанием Там была раньше суша Достаточно Греческий островок Санторини Периметром всего 70 километров Утесы красного и черного цвета Пляжи с темным песком Все приметы и теперь Самого большого в мире Действующего подводного вулкана От всегдашней его неуспокойности Берега острова То уходят, то снова появляются Из-под воды Вот отсюда хорошо видно Что осталось от когда-то Совсем-совсем круглого Огромного острова Вот этот полумесяц 30 километров длиной Уцелевший край Ввалившегося когда-то в море Кратера вулкана Этот кусочек земли Чуть не главная болевая точка Всей планеты В истории не случалось Более страшного извержения Оно было равно Взрыву миллиона атомных бомб Облетевший несколько раз Всю планету пепел До сих пор находит на всех континентах Теперь легко вычислить Это случилось Около 1600 года До нашей эры Платоновская бедственная ночь Случилась вроде бы раньше 9 тысяч лет назад Только если считать Не теперешним календарем А расхожими тогда лунными циклами То попадаем почти в сроки Извержения Санторини 1207 год до нашей эры Пора расцвета жизни здесь Санторини теперь Такой маленький туристический рай Но санториниевские белые домики Сожжатшие будто с открыток А Греции Прилажены вот к таким вот Черным горам Это теперь застывшая Но еще недавно Раскаленная магма Свои маленькие Атлантиды Санторини устраивает до сих пор Последнее извержение Совсем недавнее 1956 года Опустошило остров Это теперь на нем опять живет 8 тысяч человек А в те дни Их осталось всего 400 Но то извержение Уничтожив тогдашний быт на острове Вскрыло следы другой Давно ушедшей отсюда цивилизации Под 50-метровым слоем Древнего вулканического пепла Открылись следы поселений Крита-Минойской цивилизации Это нация Заселявшая остров Крит Невдалеке отсюда И рассыпанные вокруг него острова Чуть не первый народ Европы Они жили здесь уже В 2600 году до нашей эры Открылись прямые улицы Водопровод, канализация Каменные двухэтажные дома В цветных фресках Керамика, скульптуры Резко не погружаемся Следите за мной Не забудьте продуть уши Но может это цивилизация Из первого параграфа школьного учебника И есть Атлантида Ведь если Платон уверяет Что землетрясение и наводнение Были незнаемого прежде размаха И страна исчезла за сутки То извержение Санторини Подходит так точно Равного ему за последние 5000 лет На планете не случалось Мы в самом центре В самом сердце кратера Если даже там, на суше Под слоями пепла Находят следы Изумительной, развитой цивилизации То под водой Их должно сохраниться еще больше В кратере вулкана И впрямь Видятся давно ушедшие под воду Город и пригороды Узкие проходы Будто проулки Внушительные стены В которых так читаются выступы И странные ниши Глыбы Будто выпавшие из зданий Или даже памятников И длинная-длинная дорога Выдолбленная в скале И огибающая ее Послушайте, а это все древнее? Да, древнее Очень древнее Но принять подводные теперь улицы За Атлантиду Не дает описание колец В планировке города Их здесь не видно И высокого холма Место столицы Атлантиды Вроде не разглядеть Это место будто придумано Для счастливого быта Который, полагают, был на Атлантиде Он и теперь Вон, как росток через асфальт Прорывается здесь Закрывая, кажется, совсем следы Самой страшной в истории катастрофы Может быть Что-то хранит другой остров До которого то извержение Дошло только морской волной Остров Крит Он самый большой из греческих островов И пятый по величине В Средиземном море Полагают, люди жили здесь уже 9 тысяч лет назад Почти 5 тысяч лет назад Этот остров стал центром Крита-Минойской цивилизации Самой влиятельной державы Той поры Им на ее силе Чрезмерный Кносский дворец Сердце критской культуры В его лабиринтах Сложился чуть не главный Древнегреческий миф О Минотавре Отсюда крит влиял На весь знаемый тогда мир До моря здесь Километров Что-нибудь 10 Сам дворец Стоит высоко на горе И вон Горами окружен Какой непредставляемой Теперь силой Должна была быть волна В один момент Превратившая Все эти гигантские Творения циклопов Вон В то, что они есть теперь И теперь Всякую новую стенку Этого дворца Лабиринта Откапывают Из смеси земли И вулканического пепла Долетевшего сюда Через сотню километров Эгейского моря Санторини А в начале 20 века На Крите В местечке Фест Откопали табличку Кажется с разгадкой Исчезновения цивилизации Не сумев расшифровать Написанное на Фестском диске Так ее прозвали Сошлись все же на том Что значки рисуют Описание исчезновения Может Атлантиды? Сорта глины Из которой слепили этот диск На Крите нет И эта письменность Не похожа ни на Критскую И ни на какую вообще Из известного мира Но сам мир Описанный И изображенный здесь Деревья, растения Животные Люди, оружие Этот мир Явно южный Явно эгейский И явно Уже не существующий Еще не вчитавшись В шифровку диска Дознаются по рисункам Хотя бы откуда он 45 оттисков животных Тех, что водятся Только в этих краях Растения из этих широт Орудия труда Ходившие здесь Если табличка не скрита То только откуда-нибудь Южнее Найденные недавно Между побережьем Израиля и Кипром На дне Средиземного моря Невнятные фигуры Американец-исследователь Срамаст Объявил археологической сенсацией Он заявил Что я обнаружил Якобы Атлантиду Какие-то древние города Или какие-то остатки Портовых сооружений Нынешний Израиль И теперь как бы Граница между Западным и Восточным миром Вот там через Средиземное море Просвещенная Европа Здесь еще крутая смесь Между западными И восточными нравами Вот набережная Тель-Авива Вполне себе на западный манер А дальше вглубь Аравийского полуострова Уже и вовсе Суровая восточная среда По Платону Атлантида была Центром Древнего мира Может быть нынешний Израиль Был и его границей Срамаст выявил 48 из 50 Платоновских Географических привязок Его Атлантида В сердце Древнего мира Похоже полна портов И главное Здесь считается Круговая планировка Столицы Атлантов Арабские легенды Говорят о том Что даже Вброд переходили люди От Устенила До Кипра Выходит Атлантида Могла уместиться На громадной территории Соединявшей прежде берега Нынешней святой земли Израиля Кипра И Египта Может от того Не могут дознаться До цели и мастерства Строителей этих пирамид Что их строителей В какой-то момент Будто разом не стало А без корешков Знаний Атлантов Не понять назначение Вершков Этих сооружений Дата указанная Платоном Совпадает с последней стадией Ледникового периода Перед началом потепления Выходит масштабная цивилизация В эту пору могла вырасти Только на берегах Одного из трех морей Черного Мраморного Или красного И красное Очевиднее всего Севернее уже было холодновато Состав воды Красного моря Указывает Что под водой И теперь продолжают умирать Следы прежней жизни Значит Атлантида Либо могла строиться здесь Либо сюда Долетело ее влияние Отчего-то ведь Чуть не первый источник Знаний о стране Был здесь Платон В своих описаниях Атлантиды Копировал Салона Своего предка Который был архонтом Правителем Афин За 200 лет До рождения Мудреца Платона А Салон Разглядел Весточку о стране Атлантов На одной из храмовых колон В Египте Той колонны Так и не нашли Эти Египетскому люксору Только Видимо напоминают Туз Который Считал О покорении Греками Атлантиды Салон Ту надпись Перевели так Что эта битва Выходит была В 1207 году До нашей эры Но Это так близко К самой славной И известной Греческой бойне Той поры Покорение Греками Трои Приходится на 1209 год До нашей эры Может быть В Трои Стоит искать Атлантиду Бессонница Гомер Тугие паруса Я список кораблей Дочел до середины На полный список Не только Осипа Мандельштампа Но и Всякого почти Первокурсника Не хватало Скрупулезная Ивентаризация Гомером Троянских судов Вывела число 1185 А это почти Точь в точь Флот Атлантиды 1200 кораблей Эти камешки На турецком холме Гессарлык Троей объявил Раскопавший их На исходе 19 века Немец Археолог Любитель Генрих Шлиман Им под 5000 лет Откопанный здесь Клад В почти 10 тысяч Золотых предметов Он назвал Золотом Трои Хотя доказали И Троя Сильно старше их И выдаваемый За нее холм Не уверяет Зато сюда Как-то гладко Ложатся приметы Атлантиды Платон описывает Как главный дворец Атлантиды Стоял на высоком холме Окруженном равниной Это точь в точь Гессарлык Размеры дворца 900 квадратных метров Это почти Троянский Посмотрите Вот рисунок И роскоп Центральной части Каждая стена Дворца Была под 300 метров Длиной В квадрате Значит Весь он 900 Как и в Древней Трои Портовые сооружения Морской державы Атлантиды Врезались В береговую линию Бухты Каналы Корабельные доки И даже проходы В море Выбитые Атлантами В береговых скалах Но следов Всей колоссальной Гидротехнической работы В Трои Атлантиде Теперь не сыскать Сперва Отошло море Потом Все засыпало песком Да и землетрясения Постарались Ну слушайте Конечность Африки Африки Столпы Столпы Находят Остатки Пресноводных водорослей Им по 17 тысяч лет Выходит В этих краях Была суша С пресными озерами Изучая океан Они Атлантиду Почти нашли Невдалеке От Азорских островов В Атлантике Азорос Это ястреб Ястреб Сухопутная птица Да А ястребы Никогда не прилетают Океан Как они могли попасть На Азорские острова Если там не было Атлантиды Они находят следы Портов и городов Под водой Невдалеке от Кубы И Багамских островов Но вернее всего Для столицы Атлантиды Подошла Подводная Громадная В 5 километров Высотой Гора Ампер И на плоской вершине горы Были найдены Странные какие-то Образования Которые очень напоминали Развалины древнего города Там лестницы Проходы Даже арки А комнаты В разных частях руин Одинакового размера И формы Приметы Неприродой Построенного города Химический анализ базальта Который был отобран С вершины этих гор Показал Что этот базальт Застывал не под водой А на воздухе В Астраханском филиале Института изучения океана Он уверяет Ученых нырнуть В Каспийское море Не в поисках нефти А Атлантиды Вот место Вот это Среди Каспийского Месторождения Оно по сравнению Со всемирными местами Поиска Атлантиды Она на 500-800 процентов Перекрывает По признакам По описанию Платона Перекрывает Все любые места Вот это Кажется Нету больше Другого такого моря Кроме Каспийского Что подарило бы Государствам Его разделяющим Столько нефти и газа Со своего дна Такое их скопление Лежат в местах Очень богатой В прошлом Жизни здесь Место где искать Нефть и газ Чаще всего определяют По холмику На дне моря Под такими Обычно склады Недр В северном Каспии Это ближе к Волге Таких холмиков С избытком А вот в центральном На сотни километров Он всего один В самой середине моря Этот холмик Принимают Не за подземное Нефтяное озеро А за столицу Исчезнувшие Атлантиды Актау Махачкала Вот серединка Вот здесь Локализуется Вот этот холм Каспийского Сорождения То есть Столица Атланта Посидонис Атлантиду Располагали на узле Морских и земных Торговых путей Эти места как никакие И теперь называют Котлом Где сливаясь Восток и Запад Варятся вместе Вокруг нынешнего Каспия Все центры Древнего мира Чуть западнее Египет Греция Месопотамия Восточнее К нынешнему Монголии Китаю Индии Все сердца Древних цивилизаций Описывая столицу Атлантиды Платон уверяет Что ее строили Из цветных камней А Мельченко Убеждает Их скалывали В районе нынешней Махачкалы Там есть Белая гора Там черная гора А красный камень Везли из пустынь Что по берегам Платон пишет В Атлантиде Водились слоны Этот скелет Из Астраханского музея Откопали у Каспия Катастрофа В этом месте Легко могла быть Это природная Минеральная вода Кармадон Какой бы сложной Ни была наша миссия Пусть даже это Поиски Атлантиды Кармадон Всегда придает нам сил Каспийское море Чуть не самое беспокойное На планете Его уровень От вулканического дна До сих пор скачет Только за последние 25 лет Плюс 2 метра Еще несколько Тысячелетий назад Оно было частью Громадного Соединенного с Красным и Черным И доходящим До нынешней Самары Морем Так оно разрослось Он полагает Как раз из-за Потопившей на его Берегах Атлантиду Катастрофы Нет Атлантида Погрузилась А поднялся Резко очень Уровень моря Эта вода Нахлынула Из-под дна Моря Ее и теперь Там доказано Больше чем В самом Каспии Он полагает Это было в часы Извержения на Санторине От того взрыва Тряхануло и здесь Все эти мелочи Которые Платон Подчеркнул Словесным описанием Мы наблюдаем На современном Дне Из-за Эверного Среднего Каспии Я еще могу Добавить 20 Более 20 Пунктов По Платону Которые Тоже присущи Этому 27 миллионов Квадратных километров Было только затоплено На всей земле Извержение Санторини Или упавший Астероид Для них Рисунок Катастрофы Уже едва ли важен Важна сама Что мысль О том Что это была Первая в мире Империя Она вечна И бессмертна Потому что В каждой из нас Течет кровь Атланта Поиски Атлантиды Походят на поиски Самих себя Более совершенных Это выращенная Стремящаяся К совершенству Европе Легенда Об исчезнувшей Чудо стране С супер людьми Будто растит Образец жизни Самой Европы Благополучный Развитой Сильный Бегущий В завтрашний день Но сама история Атлантиды Это урок Как раз того Как слишком Забегая вперед Погибаешь Вот и те Кто мечтают Повторить Развитость Атлантиды Едва ли додумываются Что тогда Повторят и ее судьбу Хочу верить В следующей главе Сколько раз Крестили Русь И почему Полтора века назад Еще праздновали Аскольдово крещение Встреча на Днепре Зачем Кирилл и Мефодий В Киев ходили Женская хитрость Или как Княгиня Ольга Императора вокруг пальца Обвела От язычества До Христа От бабушки К внуку От Ольги К Владимиру Как киевский князь Невесты дожидался Ослепнуть И прозреть О чем пророчила Царевна Анна Древняя купель И древняя история От места крещения Владимира До места крещения Руси Хочу верить